Вот от этого славного собакина хотели избавиться его хозяева. А он действительно очень славный, дружелюбный, к общению с людьми открыт, и хвостом помашет, и оближет, и улыбнется. Хозяевами у песика были люди, сильно любящие спиртные напитки. И каким образом им достался этот паренек в хорошем ошейнике с дорогим поводком, неизвестно. А главный вопрос, зачем они брали эту собаку? Питомца часто били, иногда и не кормили. А после просто привели в ветклинику на усыпление, оправдываясь тем, что нет денег на еду собаки. О том, чтобы отдать песика в хорошие руки, даже никто не думал. В отлов у частных лиц собак не берут, на улицу выкинуть нельзя, он же возле дома будет сидеть и лаять. Так что выход из ситуации – усыпление. Разумеется, в клинике отказали. Тогда собаку привязали к ручке входной двери и ушли. Оставленного паренька назвали твист. Ведь он прикольно вилял не только хвостом, но и всей задней частью туловища. А еще он умеет улыбаться, показывая верхние зубы. На поводке, понятное дело, ходит просто отлично. Никаких хлопот дома не доставляет. Лежит тихо в уголке и спит. На прогулке во временном доме иногда смело облаивает соседей или прохожих, идущих за забором мимо. Такой вот он охранник серьезный. Но на самом деле твист всегда рад гостям. Он не злится на людей, просто работа вот такая. Все собаки для него друзья и кошки тоже. Хотя на кошек твист просто не обращает внимания. К общим пробежкам на улице иногда присоединяется, но чаще гуляет по своему плану, то обойдет по территорию, то усядется где-нибудь в беседке или в тенечке. Уже привык к имени и подходит, когда его зовут. Твист умный и учится очень быстро, главное грамотно донести до него, что от него нужно. А он постарается. Псу примерно 1-2 года, длинный низенький с короткими лапками, всего 35 сантиметров в холке, весит 14 килограмм. Добрый, спокойный. Поладит с любыми животными. Кастрирован, будет привит. Поводок на отлично. Продолжение следует...